Кстати, зашел разговор про политзаключенных, так сказал, вот буквально свежая новость из разряда нехороших. Владимира Балуха этапируют в колонию, где применяют в насилие к заключенным. Это колония в Тверской области, зона общего режима, об этом сообщил адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе. По моей информации, пишет Ольга Балуха, где его депортировали, а теперь этапируют из Крыма в колонию общего режима в Тверской области. Я могу только предположить, какую. Эта информация не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима в Твере. Достаточно жесткие колонии, которые находятся под администрацией. Это, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он в свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях, сказала Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Вот человек, которого просто мучают. Вот в Крыму его взяли просто за украинский флаг, который не хотят брать эти, так называемые, претенденты. Я ко всем обращаюсь, не только к этим, к этим вообще не обращаюсь, да ко всем. Они просто отказались поднять флаг страны, взять его в руки. А вот человек за тот же самый флаг Украины. Голодовки, разлука с матерью, разлука с семьей. Теперь они его прессуют. Они в Керчь отправили, в колонию такую. Ну, ты же сидел в крымских зонах, знаешь, с ее репутацией колонии в Керчи. Конечно, конечно. Она так пыточная сама по себе, как и адвокаты говорили. Образцово-показательно красная. Да. А теперь Тверь. То есть они вывозят из Крыма к себе. Ну, не в Сибирь, но все равно на север, туда подальше. Вот для чего? Что они хотят сделать с Володей? Вот я каждый раз пытаюсь донести, чтобы в один ряд ни в коем случае не пытались манипулянты выставлять борьбу таких, как Баллах. И вот тех, которые постоянно ждут момента, чтобы дискредитировать вообще путь нашей страны. Да. Это очень важно. Потому что раньше таких, как Баллах, истинных патриотов Украины в Крыму, да, с которыми мы бы точно бы вместе не допустили бы этой ситуации, что сложилось. Но нам навязывали людей типа вот этих марионеток. Вот таких вот, которые украинский флаг не хотели брать, которые говорили там в связях с Россией, которые прекрасно занимались, спекулировали на русских темах для того, чтобы свое политическое будущее строить. И складывалось впечатление, что в Крыму есть вот такие, как лжепатриоты, и есть крымские татары. А видите, тяжелое время, как показало. Ведь такие, как Баллах, они же сейчас активизировали и с нами вместе теперь в борьбе участвуют вот те, которые, этот флаг для них и гражданство, не пустой звук. Баллах, его пытались сломать еще в Керченской колонии, вот в этой красной. Естественно, вот эта публичность и сконцентрированность внимания наших общественников, украинцев, власти, то, что президент его озвучивал на нескольких площадках вместе с Сенцовым, это некая безопасность нахождения. То, что там очень непросто, я знаю не понаслышке, и у меня есть возможность вживую, так сказать, мониторить эти ситуации. Так вот, сейчас его этапируют, потому что у него не сложились, как это называется, отношения с администрацией. Что это означает? Да парень просто так и стоит на своих позициях. Он не намерен, значит, снизить свою публичность и свои взгляды куда-то временно отложить. А чего его требовали, если у тебя есть такая информация по этим каналам тюремным? Ну, его пытались, в общем-то, каждый раз кололи, ну как, тыкали ему, что его родиной, его страной, тыкали, что он, ну это те же методы обычно применяемые, что тут хунта и так далее, и вообще, что такое Украина, такой страны нет, и народа нет. И, естественно, если ты обычный зек, ты можешь промолчать, а если ты политический, вот в этом и разница политически мотивированных и политических узников, которые и отвечают, и даже в таких условиях продолжают выражать политическую свою борьбу. Что такое не сложились отношения с администрацией? Потому что добить его там мы не дали своей активностью, да, и публичностью его нахождения там, а дальше его держать, вообще в России власть же, она бандитская, она боится всего, всего активности, да, любой. И такого рода политзаключенных в одном месте долго не держат. А, это такой метод тоже, да? Конечно, потому что, ну как, даже вот, когда я просил кого-то мне в камеру там, из соотечественников, мне стукачей сажали, а соотечественников не давали, говорили, ты революцию устроишь. Вот это психология, это не просто шутка там, или к слову сказано, вот этим они руководят. То есть, Володя им их там достал? Конечно. Он что-то говорил с сокамерниками? Не покорился. Он везде и с сокамерниками на эти темы спорил. Мы отслеживали все это. Сейчас он, перемещая, был в Краснодаре, потом в Армавире, теперь он движется в Тверь. И тут самое важное, он парень стойкий. Он не будет ничего подписывать, и он не подведет ни страну, ни народ. Тут главное нам о нем все время говорить, потому что это важно, тогда он к нам живой вернется. До полу.